По милости Всевышнего Аллаха, мы собрались в этот день и хотелось бы поговорить сегодня о поминании Всевышнего Аллаха, когда спросили Проку Мухаммаду, какие лучшие дела перед Аллахом? Проку Мухаммад сказал, что поминание Аллаха. Поминание Аллаха бывает языком, когда мы удивляемся, когда мы благодарим Аллаху, когда мы что-то видим, есть поминание Аллаха нашим телом. Вот сейчас мы делаем намаз, тело делает поясной поклон, земной поклон, руки принимаем, дуа и так далее. Есть самые важные поминания Аллаха, и в каждом поминании, пусть это будет языком, пусть это будет телом, оно должно присутствовать для поминания Аллаха в сердце. Аллах, субхану и аль, в Корану говорит, что Аллах написал Проку Мухаммаду? Это Коран. А куда он написал, как он написал? Посмотрите сейчас о ресурсах, субхану и аль. Субхану и аль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вы знаете, что это? Это сердце. Это кусочек сердца. Поэтому мы должны лечить свои сердца. Время от времени очищать свои сердца от скупости, от жадности, от зависти, от высокомерия. Поэтому, когда человек грешит, можно же какой-то грех с грешить. Каждый грешит. Нет безгрешных людей. Только пророки были. Пророки были. Человек каждый грешит. И имаму, и имаму есть грехи, и у муфти, и у шейха, и у всяких грехи. Пророк Мухаммад сказал. Каждый из детей Адама, все люди, они ошибаются, грешат. Но самый лучший из этих грешников – Таурун, который просит Аллаха покаяния за грехи. Поэтому, а какой страшный грех? Страшный грех, когда человек сердцем грешит. Когда сердцем намерились грешить. Ложиться спать. Уважаемые братья, если у вас есть разговоры, можете в кабинет зайти, брать, у кого разговор есть, или на улице поговорить. А тут, иншаллах, пожалуйста, давайте все будем упоминать все Вишну Аллаху. Субхану Аталам. Посланник Аллаха пояснил то, что сердце – это то место, на что смотрит Ишна Аллах. Субхану Аталам. То есть на что смотрит Аллах? На наши сердца. Стоит на хадисе, саллаху алейху ассаляму, он сказал, именно Аллах, азиа ва жалля, не смотрит на вашу ссору, на ваш облик. И Аллах не смотрит на ваше имущество. То есть бывает человек, например, красиво одетый, на дорогой машине, у него там дом побольшой и так далее. И при этом он должен знать, это все зима трех аят и дуня. Это не знаю халяль, причем ты добился, все правильно, что ты тебе дозволил. Но это Аллах не смотрит, это не показатель для Аллаха. Может быть, кто-то из нас здесь сидит в углу у него незамечаемого, самый приближенный к Аллаху ассаляму. А на что смотрит Аллах? Аллах смотрит на ваши сердца и на ваши дела. Аллах смотрит на ваши сердца и на ваши дела, сказал права Мухаммад, саллаллаху алейху ассаляму. Также мы должны понимать то, что Саллахи жуа ряхми саллахи мкан. То есть когда человек делает что-то своим телом, благое тело, рукой дает садата, приходит в мечеть, чтобы читать намаз. Утром ставил будильник. Честно, смотрите, братья, что нас побуждает утром проснуться? Наутрие намаз, сейчас еще холодно, мороз. Кто-то, братья, в мечеть приезжает, наутрие у вас машет. Что их побуждает проснуться ночью, оставить за спиной свою семью, теплую постель, взять омовение и прийти, чтобы поминать Аллаха? Что их побуждает? Кто-то, например, в каждой намазе просит прощения за своего близкого человека, когда ушел из этой жизни. Кто-то просит дуа, хорошую работу. Кто-то просит, мол, а ты мне супруга, так он же не жалился. Или девушка, дай нахуй, возможно, выйти замуж. Кто-то просит, о Аллах, мои дети учатся в университете, пускай мне хорошо дадут экзамены, хорошую работу. Кто-то приходит и просит по Аллаху, субханава тааля, богатство, кто-то еще что-то. А что просил наш учитель, первый в исламе, Мухаммад, наш пример в исламе, наш посланник Аллаху, который мы берем в религию нашу, что просил? Спросили супругу Алишу. Какую больше всего просил посланник Аллаху, дуа? Укрепить сердца на религию. Вы знаете, подарок дадили человек после намаза тому, кто ответил. Руку поднимите. Кто знает, что больше всего просил, дуа? Что Аллах просил больше, дуа? Подарок, хороший подарок будет, поэтому давайте думайте. Не, а рада мне не позволено, вы знаете. Руку поднимите. Не за уму, он будет просить всю этот день. В жизни что просил за себя? А? Укрепить сердца. А? Вот первый бабай сказал, разделите на твоих. Руку поднимите. А? Подарок? Ильдаром? Хороший подарок тебе был. Хорошо. Ища ла взять. Вот праздник, укрепиться. Посланник Аллаху. Она спросил Айшу, как она экстра дуа, не избежитого аллаху алей я абсолютно. Какой может смогла дуа праздник Аллаху алей я абсолютно? Айша, от Аллаху алюми ответила. Как она экстра дуа? А? Аллаху мая му калебет кулабе, саббит калбе алядинь. О, Аллах! О, переворачивающие сердца людей! Почему переворачивающие? Потому что в другом хадисе саллаху алейху ассалям сказал, человек просыпается верующим, вечер подходит, шайдану возбывает, уходит из религии, астахуллах, засыпает неверующим. Или наоборот, засыпает верующим, просыпается неверующим. Почему? Продает свою религию за гроши этой жизни. Продает просто, меняет харам. Ну что происходит? Аллаху мая му калебет кулабе. О, Аллах! О, переворачивающие сердца людей! Саббит калбе алядинь. Укрепи мое сердце на твоей религии. Вот что больше всего может человеку просить Аллаху. Укрепи сердце на твоей религии. Да, мы сейчас братья намази. Пришли в мечель. Мы не знаем конец какой-то. От Аллаха зависит. Должны просить Аллаха. Дай тоже уверенный Ислам. Отец, Аллах, просил всегда, «О, Аллах, дай им возможность умереть в намазе». Когда видел ролик за две недели до того, как он упал здесь, проводя намаз, и больше его уже не приходил в себя, он увидел, как мама показала ему, как человек намазимый. Какой счастливый человек! Аллах ответил на его. Ислам. Ислам. Он говорит с Аллахом. И Аллах привел к нему свое насердие. Он просил. От,can대 allah, о,перворачивай сердца людей. Укрепи мое сердце на две недели. casual. И тут супруга Аиша рыбаллая. Увиделась, посланник Аллаха. Аллах, Сухайда анат diri, сказал, Он сказал, «Аллах простил все твои грехи, которые были, которые будут, ты посланник Аллаха, ты пророк, ты часть всех пророка, всех посланников, господин всех посланников, ты самый любимый раб Аллаха, и просишь, ты боишься за себя посланник Аллаха, что Аллах твое сердце не будет. То есть, иными словами, «Я – Расуль Аллаха, я – Мухаммад». Если Аллах твое сердце не укрепит на религии, то тогда чье сердце в Аллах укрепит? Знаете, что ты сказал Аллаху Алиси? «Откуда ты знаешь, Аллах?» «Откуда ты знаешь, Аллах?» «Откуда ты знаешь, Аллах?» «Откуда ты знаешь, поистине сердца людей, в руках Аллаха, у каждого свое мнение есть по этому поводу, по Аллаху убеждения, но чтобы было понимание, Аллаху принадлежа сердце. Он ими управляет». «Как пожелает, так и переворачивает». «Как пожелает, так и переворачивает». Поэтому у нас длинные, мы даже не начали нашу хутбу. Это было скупление. «Инча Аллах дай Аллах, как мы вместе соберемся, поговорим об этом». Поэтому, знаете, уважаемые братья, мы должны беречь свои сердца. На сегодняшний день, на двух словах скажу, на сегодняшний день очень много фиги. Очень много соблазнов в интернете, на улице и так далее. Мы переживаем за свою коллегу, за детей и так далее. То есть, харама много, человеку продается фитнес. С точки зрения акрида, уходят из религии, уходят в какую-то непонимальную секту, уступают или еще что-то. Или какие-то аллы заберегают такими вещами, которые непристойны. Не то, что верующим, даже человек, хайван даже не будет такие вещи делать. Много фитнес, да? Много. Поэтому, куда заходит сердце? Берегите сердца свои от шайтана. Потому что это надо от шайтана находить, должно быть. Шайтан смотрит, не вы куда? В точку беру, на сердце. Поэтому, когда... И на этом закончим. Когда ослушался Еблиис Аллаха. Аллах что, проклял на судного дня и не простил? Айдам, алейсалям, тоже ослушался Аллаха в джанате. Съел за вредный плод. Но Аллах его простил. Задается вопрос, почему Аллах простил Айдама? А почему не простил Еблииса? Ведь они его посовершили. Пченые говорят, у них разные грехи. У Еблииса грех сердца, высокомерие. На что он сказал? Адам, алейсалям, сказал проклониться всем ангелам. Сделал зеленой поклон. Все сделали зеленой поклон, кроме Иблиса. Посокомерился, отказался и стал из неверующих. Тогда Аллах пробнил. Потому что этот скомер только Аллах, он только великий. Больше никто. Никакой не царь ничего. Великий только Аллах, а все остальные армия Аллаху. Все, кто в небесах, ангелы и все, что там есть. Птицы, ангелы. На земле. Любому статусу человек. Все мировые. А только один. Аллах. На хаджи, когда собираемся, и президент, и король, и министр, все водой здесь и так далее. Он здесь понимает человек. Позъявляет. Все мировые. Одинаково. Только Аллах. А Адам, алейсалям, какой совершил грех? Не сердце, а не высокомерие, а что? Шахман. Страсть. Приукрасил шайтан. Иблиис, он приукрасил запрятанный плод. Человек, говорит, «Слава». Человек, что творил славу. Сорвался, кушал. Аллах его простил. А Айблиис просто высокомерие. Сердце взял его, непростил. Перегите сердца. Я прошу Аллаха, чтобы наши сердца были чистыми. Чтобы наши сердца поминали Аллахом. Когда мы читаем Коран, когда мы поминаем Аллаха, язык просто шелелится, говно просто шелелится. А что бывает у нас в сердце? Да, Аллах субханна, что принял от нас данный раз, как нас собрал в этой мечети вместе в Доме Аллаха, чтобы вместе нас собрал так же братьями, любящими друг другу, ради Аллаха, филдайусы, иншаллах. Как мы сейчас сидим, чтобы так же сидели вместе с дорогой Мухаммадом, саллахом, ибраим. Представляете, картинку Аллаха, Аллах, 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 Азубай, наши родители близкие, вместе сидим. Испоминаем те дни, когда мы поклонялись Аллаху, субханнаху и та'ала. Поэтому не любите Аллаха сердцами, стремитесь к Аллаху, скучайте к Аллаху, субханнаху и та'ала. Аль-Амр, Азубин Аз, р.к. когда умер, он что сказал? Аллаху малисту дарили, ай-дадили, 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 ай-дадили. О Аллах, я не безгрешен и прошу прощение, я не силен, чтобы победить, однако нет сил и мощи неверо-грого, как у тебя Аллаха. И сказал, «О, Аллах, даже если я брюшу, мое сердце тебе говорит, не проедай, Аллах, что простил вас». И связали ему свои сердца только с Аллахом, и больше ни с кем, ни с чем.